12 сентября в Измаиле вновь состоялся митинг против дистанционного обучения. В отличие от предыдущего митинга с тем же требованием, инициаторы были лучше подготовлены, написав два обращения. Одно заявление составлено на имя начальника Измаильского ГУНП в Одесской области Стойного МИ о преступлении в порядке статьи 214 КПК Украины «Начало досудебного расследования». Злочин по отношению к нашим детям, которые совершили, лишив их законного права очно заниматься в учебных учреждениях нашего города. Второе волеизъявление – требование – обращено к депутатам Измаильского Гурсовета и мэру Измаила Андрею Абрамченко. Организаторы выражают мысль, что реализуют законное право граждан, и их требования обязаны рассмотреть депутатский корпус. С самого начала акции проводился сбор подписей под двумя заявлениями. Организаторы рассчитывали, что придет около 500 человек и больше. Визуально было видно, что протестующих меньше. В группе, которая была нами организована, было 1280 человек. Даже если половина придет и подпишется, то уже будет очень хорошо. Даже если 300 человек подпишутся, даже если 200, то уже будет хорошо. Поскольку местное самоуправление в Украине основывается на принципах народовластия и законности, городской совет может обязать городского главу подать от имени совета иск в окружной административный суд города Киева про отмену незаконных постановлений Кабинета Министров Украины полностью или частично. Мы, жители Измаила, собрались повторно 12, 9, 20, то есть сегодня, на митинг против произвола с требованием отменить онлайн-образование во всех учебных заведениях города Измаила. Их закрытие на карантин является незаконным. Мы требуем осуществления учебного процесса в учебных заведениях путем их непосредственного посещения. Мы очень сильно хотим школу, потому что заниматься в онлайн-режиме неудобно. У нас 7 уроков 3 раза в неделю. И мы занимаемся до 4-5. Моя цель – это вернуть детей в школу, где мою девочку маленькую в детский садик. Это единственная пока цель. И нам, всем, кто работает в освите, вернуться на работу, на нормальную работу. Я переживаю за своего ребенка, это во-первых, потому что у него онлайн-обучение ведет к потере зрения. Он сидит целыми сутками, у них с 10.30 начинаются уроки, он выходит из-за компьютера, у него еще курсы, он выходит в 7 вечера, ну, с маленькими перерывами. А еще есть домашнее задание, которое нужно делать. Почему работают школы в России, Белоруссии и Молдове? Почему работают школы? В Ивано-Франковске сейчас 14 сентября люди добились, потому что это не учеба. Дистанционное обучение не является 100% таким же, как по качеству, как обучение в школе. Мы обращаемся к нашему мэру, чтобы он нам помог решить вопрос дальше, обращаясь в кабинет министров, обращаясь в суд на кабинет министров за то, что это решение неправильное. Вот и все. И дети должны учиться в школе. Дети, которые хотят учиться, родители берут на себя ответственность и отправляют детей в школу. Так должно быть по желанию родителей. Родитель обеспечивает ребенка витаминами, причем об этом не говорится нигде. О том, что дети должны пить витамин С, ягоды, фрукты кушать, правильное питание. Нет на этом акценте. Акцента нет. Маски не просто маски, аромамасла капать в маске, чтобы это было обеззараженное дыхание. Этого не говорится нигде. Просто тупо маски, и дети должны сидеть, облучаться целый день в телевизоре, учиться, а потом они хотят немножко поиграть. Это не без этого. И они целый день облучаются компьютерами. Это неправильно. Нужно право выбора. Кто тебе уроки преподает? Мама. Было понятнее математика, немецкий язык. А дома мне очень сложно еще больше учиться, потому что моя мама почти немецкий не знает. Не знает, как объяснить по математике. Пропадает интернет. За урок у нас по пять, по шесть раз мы вылетаем. Тяжело понять тему. В конце урока мне ребенок говорит, что он тему не понял. Кто работает с ним, потом я работаю. То есть это все кинули на плечи родителей. Для чего? Зачем? А учители тогда что делать? А что, мало того, что у нас и так испоганили это наше образование в последние годы. Еще вообще сейчас его нету, можно так сказать. Мы хотим в школу. Пустите нас в школу. Мы всегда болели в том, позапрошлым годом у меня сильно переболел, мы лишали функционки. Ну, без этого никак. Это болезнь всегда будет и есть. Опашность этого заболевания вас не пугает? Нет. Я не верю настолько все это, как они расписывают. Нету столько заболевших, как они это все рассказывают. Пусть они покажут нам, пусть они больницы эти свои покажут, снимут видео, где лежат эти пациенты. Я не верю. Зачем мы сделали ремонт в садике за свои деньги? Зачем было на две недели открывать садик, кучу денег мы собрали, своими руками все делали, и потом это все закрыли. Зачем? Зачем мы в школу сдали кучу денег на ремонт? На двери, на окна, на ремонт. Зачем? Но вопросы образования не могут решить вопрос коронавируса, его ликвидации и неболезни этих вирусов. Не может. Почему ни один депутат пришел, не заместитель мэра, если мэр не прошел? В этот день к участникам митинга не вышли представители местных органов власти. Днем ранее на своей странице в Facebook мэр Измейла сообщил, что решение обведения того или иного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 принимается на уровне государства, Министерством здравоохранения, Кабинетом министров Украины, а также Государственной областной и городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все ограничения, которые вводятся в связи с введением того или иного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, имеют прямое действие и не могут быть отменены или ослаблены на местах. В конце сообщения разместил ссылку на соответствующий документ Министерства образования и науки Украины.